Русский морской кортик Кортик требуется обмыть. Делается это для того, чтобы он верно служил офицеру. Правда, есть еще одна веская причина. Моряки верят, что этот обряд помогает избавить клинок от возможного заклятия и избежать гибели на войне. Русский морской кортик Русский морской кортик Несколько лет тому назад съемочная группа программы «Русский след» отправилась на острова Эгейского моря в поисках следов экспедиции русских лотоводцев 18-19 веков. На одном из греческих островов Антипарасе есть огромная пещера, на стенах которых, как увы, везде и всегда оставляют свои надписи разнообразные туристы. Одним из них был в середине 19 века молодой мичман Григорий Железнов. Вот его автограф. 1846 год. Железнов погибнет через 7 лет сражений с турками в Черном море. Казалось бы, понятная история. Военный моряк погиб в бою. Однако обстоятельства этой смерти и того, что за ней последовало, удивительно и полны самой настоящей мистики. В загадках этой истории мы попробуем сегодня разобраться. Заслуженно забытая книга «Севастопольская страда» Сергеева Ценского. У меня издание 1949 года. На 246-й странице невероятная история о том, как проклятая шашка убивала своих хозяев в первом же бою. Сначала такая шашка убила лейтенанта Григория Железнова, а следом руководителя обороны Севастополя, вице-адмирала Корнилова. Ровно через 11 месяцев, день в день, час в час. Ужастик для взрослых, литературный вымысел, ни то и ни другое. Это факт. Его писатель нашел в русском художественном листке за 1856 год. Год окончания Крымской войны. Вот этот журнал. Летопись событий 160-летней давности, рисунки, портреты знаменитостей, небольшие эссе. Среди них и рассказ героя Севастополя, георгиевского кавалера, лейтенанта Федора Титова. Он абсолютно серьезно писал, что командующий обороной Севастополя адмирал Корнилов погиб просто потому, что надел несущую давнее проклятие шашку своего адъютанта Железнова, который погиб по той же причине. Удивительно, но эта шашка сохранилась. Вдова адмирала передала ее в музей обороны Севастополя после окончания войны. Значит, мой путь лежит в Крым. Шашка Железнова и Корнилова надежно заперта в витрине. Интересно, а знает ли в музее легенду о проклятой шашке? И главное, верят ли в нее? С гибелью этих обоих людей связана мистическая история. Вот конкретно с этой шашкой. У меня есть, ну, некая, так сказать, информация. Ну, может быть, вы мне что-то новое расскажете об этом? Железнов в одном из чеченских селений шашку купил. Булат прекрасный. Четыре ребра жесткости. Возможно, вы где-то три видели, а вот четыре, сомневаюсь. Эту шашку продавали сопровождением легенды. У кого в руках не окажется, в первом же бою смертельно раненый любит. Ну, как все молодые люди, они не верят в эти сказки, всякие предания. Доволен был Железнов приобретением. Ему завидовали. И он поначалу не щеголял ею. А вот когда началась Крымская война, Корнилов идет на борту парохода фрегата «Владимир» в Севастополь за отрядом паровых кораблей в помощь нахиму. А тут получается так, что встречают паровой корабль турецкий. Перва с Бахри. Начинается бой. Корнилов со своим адъютантом в это время стояли, просто разговаривали на верхней палубе, в том месте, куда они не долетали ни снаряды, ни пули, разумеется. На всякий случай Железнов впервые взял с собой вот эту шашку и получил кортечную пулю на вылевую грудь. Для Железнова это был первый и, увы, последний бой. Что странно, кроме него в том бою никто из офицеров не был даже ранен. Я помню о легенде, все-таки попытались выбросить за борт эту шашку, но Корнилов именно в память о Железнове оставил себе. Но это было 5 ноября 1853 года. А 5 октября 1854 года погибает Корнилов. Как считаете, в этом есть какая-то мистика? Может быть, это совершенно не случайно все? Если уже легенда такая существует, наверное, не напрасно. Наверное, уже неоднократно побывала в руках у людей, которые в первом же бою были убиты. Что же убило адмирала Корнилова? У меня какое-то двойственное впечатление. Даже сотрудники музея верят старое проклятие. Но вот шашка... Шашка показалась чересчур простоватой. Да и клинок как-то совсем не похож на булатный. К тому же, почему-то сильно пострадал от времени. Я покидаю музей и отправляюсь на знаменитый Малахов-Курган. Во время обороны Севастополя 1854-1855 годов он был ключевой позицией защиты города. Место гибели адмирала отмечено черным крестом из вражеских ядер. Именно здесь, вот на этом самом месте, во время первого же обстрела Севастополя, вражеское ядро попало в шашку и смертельно ранило Корнилова. Согласно проклятию, в первом же бою. Монумент очень необычный. Памятники в те времена делали по канону, особенно военачальникам. В том же Севастополе Нахимов, Синявин, инженер-генерал Татлебин, Лазарев. Полный рост, с саблей, как символом чести на боку. Один Корнилов, беспомощный, в роковой момент и без личного оружия. Вряд ли это случайность. Скорее, я думаю, скульптор знал историю о шашке и решил, что предавший адмиралу оружие недостойно находиться на его мемориале. А это Владимирский собор. Священное место для всех севастопольцев. Здесь молодые офицеры флота освещают свои первые кортики. И здесь, в усыпальнице адмиралов, навсегда упокоился и Владимир Алексеевич Корнилов. А существует ли могила Железного? Как она выглядит? Если на памятнике Корнилову есть скрытый смысл и указание на причину его гибели, может быть, нечто подобное есть и на могиле Железного? Если она, конечно, сохранилась. Я отправляюсь на старое городское кладбище Севастополя. Оно находится в самом центре. Здесь хоронили еще первых строителей города. Искать на этом кладбище могилу Железного – занятие непростое. Кладбище запущено. На части надгробия вообще нет имен. Некоторые могилы так заросли, что не только имен. И плит-то не видно. Встречаются адмиральские могилы. Где-то здесь лежит и дед-поэтессы Анны Ахматовой. Большая часть могил XIX века – это либо крест, либо склеп. Так что искать надо либо то, либо другое. Это та самая могила лейтенанта Железного. Собственно, именно этот человек и оставил автограф в греческой пещере Антипарос. Собственно, с чего и началась наша история. Почему он похоронен здесь, на кладбище, а не в море, как по традиции принято хоронить моряков, я не знаю. Но в любом случае, это могила того самого человека, чья шашка попала к адмиралу Корнилову. То, что Железного похоронили в земле, видимо, доказывает особое отношение Корнилова к своему адъютанту, которого считал не только талантливым офицером, но и близким другом. Это подтверждает и письмо Корнилова своей жене. Флот наш лишился офицера. Много, много ему обещавшего. А я, помощника и друга, коих встречаем только раз в жизни. Поэтому он взял себе на память его личное оружие. Отказаться от своей сабли в пользу шашки друга – очень значимый для того времени шаг. Еще сто лет назад русского дворянина, тем более военного, нельзя было представить без белого, то есть холодного оружия. Сабли и шпаги, кортики, палаши-шашки – это символ мужества, воинской доблести и благородства российского офицера. Оружием, особенно с историей, дорожили, гордились и передавали по наследству. Я попробую обратиться к специалисту. Елена Владимировна Тихомирова – очень авторитетный эксперт по кавказскому холодному оружию. К ее помощи обращаются музеи, аукционные дома и даже частные коллекционеры, как российские, так и зарубежные. Согласно легенды, вот этой лейтенант Железнов, о которой я говорил, он купил шашку в дорогом исполнении, такую очень дорогую. Дорогая шашка – это не обязательно богато украшенная. Ну, может быть, это дорогой металл? Дорогая шашка, она качественно изготовленная, и она будет дорогой. Ну, а вот этот вот металл? Он плотно и ковки хорошие, но не более того. То есть это не Дамаск? Нет, не Дамаск. По крайней мере, здесь рисунка мы с вами никакого не видим. И не булат? По структуре металла, нет, он вообще исключен в данном случае. По совокупности признаков, эксперт относит дату создания этой шашки к 40-м годам 19-го века. Что же в итоге? Старинная, богатая, булатная шашка, какой она запомнилась очевидцам, это заурядный клинок, весьма скудно, особенно сравнивая со здешними экспонатами, оформленный, да еще, как говорят антиквары, новодел, поскольку выковали шашку всего-то лет за 10 до того, как Железнов ее купил. Визит к эксперту вызвал больше вопросов, чем дал ответов. Может ли быть так, что шашка из Севастопольского музея не та? Во всяком случае, выкована она была на Кавказе и приобретена лейтенантом Железновым тоже на Кавказе. Поэтому я и приехал сюда, на Кавказ, в Чеченскую республику. С древности работа кузнеца на Кавказе была почитаемой. Традиции тех времен чтят здесь и сейчас. Я направляюсь к кузнецам города Шали, ведь, согласно легенде, проклятая шашка была чеченской и родилась где-то в этих краях. Здравствуйте. 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 А сколько ваших предков, вообще сколько поколений, занимаются уже ковкой оружия? Вот кузнечным делом. Ну, по рассказу отца он часто рассказывает об этом. Ну, пять поколений. То есть это середина 19 века? Да, где-то так. Сами знаете, видите, современное время, 20 век, 21 сейчас. Не так уж люди нуждаются в кузне там. Но мы с братом что делаем? Мы возрождаем то, что мы наши предки потеряли. А вот существует какой-то, ну, не знаю, заговор, или может быть какая-то особая молитва, которой вы пытаетесь наделить ваше изделие? Ну, я там такие легенды слышал. Я как мастер, я про себя скажу. Я всю дорогу молился, чтобы не дай бог, что та вещь, которая сделана моими руками, чтобы он плохое что-нибудь сделал. Умный человек об этом должен знать, думать. Потому что, ну, все равно же он холодное оружие делает. А слышали когда-нибудь о том, что были какие-то там заговоры, какие-то там проклятые клинки, которые приносили своим хозяевам беду или гибель? Может быть, такое было. Потому что всякое бывает в жизни. А я вот хотел вам показать фотографии. Вот шашка. Кавказская. 19 век. Что скажете? Вот такие шашки делались отагинскими мастерами. Это слоновая кость. Вот она. Вот с такими канавками. Вот обычно вот такие атагинские мастера такими делали. Есть такое село, Атагин называется. Вот там были такие мастера. В 19 веке. То, что шашка родилась в этих краях, я, положим, об этом и сам догадывался. Но в проклятие мастера не верят. Может, не знают. Я отправляюсь в хранилище национальной культуры чеченского народа, в Государственную галерею имени Ахмата Кадырова. Здесь меня ждет крупнейший специалист по кавказскому фольклору. Старинные легенды и предания, о них он знает все. У меня вопрос в следующем. Насколько свойственно вообще проклятие кавказским клинкам? Вот выйдет легенда. Из-за гнева отец якобы убивает свою дочь. Дочь, так как она любит своего отца, могла проклясть не отца своего, а именно клинок, которым она была умерщвлена. Я допускаю такую версию. Что же, хотя напрямую никто существования заговоренных шашек не отрицал, каких-то материальных, физических доказательств этого мне найти не удалось. Даже на родине клинка мнения разделились. Может быть, тогда попробовать поискать доказательства метафизические? Не оставляет меня мысль о том, что в этой теме гораздо больше мистики, чем истории. Ну, по крайней мере, не меньше. А раз это так, я хочу обратиться к человеку с совершенно уникальными способностями. Сейчас я встречусь с моим другом Мехди, который умеет видеть то, чего не видит никто. В особо трудных случаях я обращаюсь к нему, и он помогает разгадывать всякие исторические ребусы, при этом совершенно не разбираясь в русской истории. И это поразительно. Как он это делает, не знаю, но факт остается фактом. Сейчас он будет впервые в кадре русского следа. Все будет по-честному, без купюр. То, что увижу я, увидите и вы. Привет, Микдей, привет. Привет, да? Чего, как у тебя? Я тебе кое-что покажу. История странная, сразу предупреждаю. Буду показывать тебе фотографии и буду задавать вопросы. Отлично. Вот что ты можешь сказать об этом предмете? На снимках, которые я принес, та самая шашка во всех подробностях. И фотография могилы Григория Железнова, и надпись на могиле, и все подписи к шашке мы для чистоты опыта тщательно выморали. Некоторые фото Микди рассматривает долго, некоторые откладывает, чтобы потом снова взять в руки. А дальше, дальше начинается самое удивительное. Вот этот человек умер, но не следствие вот удара от этого шашки, да? Угу. Военные. Я это все не знаю, кто язык, кто, да? Как называется? Как звание. Да, звание. Ну, для меня это человек, который на море, море. Угу. Так и есть. Человек умор в войне. Да. Но можно сказать, не лепая смерть. Если война же многие, люди умирают. Это и здесь нет. Здесь он один, и может быть еще кто-то. Умерли от пули. Угу. От ранения. От ранения, да. Поразительно. Подробности гибели Железного в морском сражении сейчас немногие-то историки знают. А Микди, как будто сам стоял на палубе и видел, как картечь ударяет грудь лейтенанта. И погиб действительно. Только он и еще один матрос. И при нем тогда был что-то похожее на это. Но не это? Нет. То есть это не она? Вот этого предмета у него не было? Ну, похоже. Только не это. Но не это? Нет. Вот почему я не могу вопрос отвечать, да? Угу. Это история, конечно, связана, но это другая. Другая шашка. Более изящная и дорогая. И здесь была гривневка, очень красивые рисунки. Вот этот возраст этого предмета больше ста. Вот этого. Больше ста. Больше ста. Больше ста. А тот предмет, который я чувствую, около 200. А вот подвес адмиральского кортика, лежащий на той же витрине, по мнению Микди, настоящий. Имя Владимир, да? Владимир. Совершенно верно. Уже могу все сказать. Я уже вижу картину. Он взял вот эту шашку и, соответственно, при... И тоже умр, когда носили эту шашку. И очень... Я говорю, эта шашка была необычная. Он был магический. Ну, его специально сделали... Как-то сказать... Кламирный. Чтобы был мир. Чтобы не было войны. Эти люди носили эту шашку при войне, когда война была. И именно, когда насилие, именно за этого же и умрали. Микди родился в Иране. Он не изучал историю России и ничего не знает о Корнилове. И тем не менее, показывает именно то место, куда ударило ядро, оборвавшее жизнь адмирала. Эта шашка была очень красивая, но она смогла привлекать внимание. И блестела. Это нехорошо при войне вообще носить такие вещи. Блестящие. Блестящие, да. Потому что издалека смогли видеть. И здесь поэтому тоже пуля попала. И здесь этот человек тоже видели вот этот блеск. Заметили его, да. То есть ты хочешь сказать... Что это главное, это есть причина их несмеха. То есть причина-то не в энергетике этой предметы? Нет, энергетика тоже. Тоже? Да, потому что этот вещь носить, должны были носить, это была красота. То есть не для войны, а для мира? Не для войны, наоборот. А, то есть это был, это некий парадный предмет, да? Что человек, который это носит, не должен воевать, да? Должен, допустим, где-то красивое место это поставить для мирных дел. А они носили при войне. Если принять версию о блестящей, богатоотделанной шашке, то многое становится понятным. Яркая деталь привлекает внимание. И такая шашка, как будто сама навлекала на себя вражеские залпы. Недаром, вскоре после Крымской войны, гордые бриты сняли свои легендарные алые мундиры и надели неприметные на поле боя хаки. Урок Корнилова был ими усвоен. Вдова адмирала принесла шашку в музей лишь спустя 13 лет после его смерти. Была ли она подлинна или нет, вероятно, мы уже не узнаем. У этой шашки, если верить Мехди, была, оказывается, своя тайна. В случае войны она вместо защиты становилась смертельно опасной. Но Корнилов-то этого не знал. А результат в итоге один – гибель адмирала, которая в самом начале обороны очень плохо сказалась на настроении войска и сильно ослабила защиту города. Из-за нескольких слов, произнесенных неизвестным кузнецом, над куском железа решилась судьба и адмирала, и его адъютанта. А молодые, совершенно несуеверные офицеры российского флота уже полтора века проводят ритуал очищения своих боевых клинков. На всякий случай. Если бы ни одна обычная, ну пусть не обычная шашка, то вице-адмирал Корнилов остался бы жив, а Крымская война закончилась как-то по-другому. Но история не знает сослагательного наклонения. Что было, то было. И изменить это невозможно. Увы. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»